МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Почем квартиры в Тюмени? Почему программы переселения в областную столицу могут закрыть? До свидания, лагерь. В Муравленко пора пришкольных лагерей закончилась. И самый государственный. Сегодня праздник российского флага. Жители некоторых районов Ямала рискуют остаться без тепла. Организации предприятия, за исключением бюджетных, не получат акты готовности к зиме до тех пор, пока не рассчитаются с поставщиком ресурсов. Потребители задолжали Ямалкоммунэнерго более миллиарда рублей. И если к началу отопительного сезона долг не будет погашен хотя бы на 85%, тепло подано не будет. Учитывая, что в настоящее время идет подготовка к зиме, в общем-то, нехватка денежных средств на закупку материалов, на эти средства, повторюсь, тех производственных программ, которые запланированы были на текущий год, в общем-то, это серьезно очень сказывается. На сегодняшний момент решение Ямалкоммунэнерго о внедрении такой жесткой превентивной меры, оно касается только надыма этазовского района, с тем, что именно по этим территориям самая серьезная ситуация, самая сложная финансовая ситуация. Вот в ноябрьске, как вы знаете, Ямалкоммунэнерго свою хозяйственную деятельность не осуществляет. В Тюмени начался очередной этап заселения жителя округа в микрорайон Ямальский, построенный на средства автономии. Тем временем власти региона намерены скорректировать в сторону ужесточения условия предоставления квартир северянам в областном центре. Дело в том, что переселенцам первой волны позволили оставить в собственности прежнее жилье в городах и поселках округа. На днях директор фонда жилищного строительства Александр Скиданов заявил, что вполне вероятно, участников второго этапа программы переселения обяжут передавать свои северные квадраты муниципалитетам. Ведь квартиры на южной территории западносибирского окрая предоставляются безвозмездно. В то же время, отмечают юристы, никто не в праве лишить владельца права распоряжаться новой жилплощадью по своему разумению. Она же не служебная. Тюменские риэлторы тоже отмечают выход на рынок квартир в ранее закрытых для продажи микрорайонах Ямальский 1 и Ямальский 2. Причем они уверены, что высокую цену на жилье в Тюмени держат именно северяне. В абсолютных цифрах ситуация выглядит так. Средняя цена однокомнатных квартир колеблется от 2 миллионов до 3 с лишним миллионов рублей. Двухкомнатных от 2 миллионов 650 до 6 миллионов. Цена на трехкомнатные порой переваливает за 8 миллионов рублей. Единая Россия берет детские сады под контроль. На недавней встрече с активом партии Диноросов Дмитрий Медведев затронул важную тему размер оплаты за посещение детского сада. Председатель партии отметил, что никакого кардинального повышения цен не планируется. В тех регионах, где намечается небольшая коррекция оплаты, рекомендовал партийным отделениям выяснить, с чем связано повышение оплаты и в случае необоснованности у дорожания услуг внести коррективы. Любое изменение платы за детский сад должно быть в первую очередь обосновано и оправдано. Связано оно может быть только с улучшением качества услуг. Наша задача проконтролировать этот процесс и в случае необходимости вмешаться. Региональные представители партии намерены отслеживать, как формируются цены, какие затраты в них включены. Также в случае необходимости будут проведены встречи с представителями дошкольных учреждений, родителями. Если проблемы будут выявлены, они будут решаться только в пользу родителей. Государство должно заботиться о своих детях. Летний сезон 2013 в пришкольных лагерях закончился. Последняя смена собрала более полутора сотен школьников. Они занимались на базе первой школы и детского сада «Сказка». Подробности в следующем материале выпуска. Кто вовек не знает лени, океанские пельмени! Закрытие летнего сезона оздоровительных лагерей прошло шумно, ярко и суматошно. Третья смена, которая работала на базе первой школы и детского сада «Сказка», собрала более 150 ребятишек. На заключительной линейке, которую лишь условно можно назвать линейкой, подводят итоги прошедшей смены, награждают самых активных и вспоминают лето. Наталья Бордодымова, воспитатель отряда малышей, горячо полюбила своих воспитанников и расстается с ними сегодня с грустью. Все дети разные и у них совершенно по-разному. Кто-то спокойный, кто-то, наоборот, как говорится, буйный, активный. Везде ему надо участвовать, везде ему надо пролезть, залезть и так далее. К каждому ребенку пытаемся найти подход. По крайней мере, я считаю, думаю, что у нас получилось это. Мы к каждому ребенку нашли подход. Я думаю, что нас дети очень сильно полюбили. Это видно, когда мы приходим, когда они все бегут нас обнимать. И такие счастливые лица. И даже у нас была последняя свечка, они даже плакали некоторые дети. Всю смену «Северная жемчужина» – так назывался сезон в первой школе. Отважные моряки путешествовали по разным странам, искали морские клады, сражались с пиратами и зарабатывали мили. Мы постарались, чтобы дети сами что-то выбирали, сами пытались и девиз выбрать, и у нас была валюта определенная. Они выбирали валюту, постарались ее заработать. Сегодня был аукцион, у нас много чего дети купили, такие счастливые все. Всем очень понравилось. Но единственное, дети маленькие еще, а им тяжело выражать свои эмоции, свои мысли. В садике, единственное, в садике их этому не учат, чтобы они разговаривали сами и пытались выражать свое мнение. Они этого еще как бы не умеют, но они стараются, и у них уже получается. Северное лето подарило ребятам новых друзей, любимых вожатых. Они укрепили свое здоровье и хорошо отдохнули. В следующем году, по планам специалистов управления образования, в городе будут работать две, более продолжительные смены пришкольных лагерей, а не три, как обычно. Оставшееся время будет посвящено подготовке учебных заведений к школе. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Кроме того, закрытие сезона состоялось и у смены трудовых бригад, школьников, на котором подвели итоги работы летнего трудового лагеря. За три летних месяца в городских трудовых бригадах поработали 500 школьников. В числе объектов, на которых трудились учащиеся, учреждения сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также предприятия «Теплоэнергосервис». Работали ребята дворниками, вожатыми, кухонными рабочими. Был полноценно организован и досуг ребят. Самых активных участников трудовых бригад поощрили поездкой в Ноябрьск. Мы выбрали первые три места по количеству побед за все мероприятия в целой смены. И в итоге у нас три отряда едут в Ноябрьск. Чем будете заниматься? А сейчас чем они захотят, тем и будем. Погуляем в парке, сходим на рынок. Погуляют, посмотрят. Они пообщаются просто между собой. В преддверии начала нового учебного года на Ямале стартовала профилактическая акция «Внимание, дети!». Мероприятие продлится до 10 сентября. Главная цель – напомнить детям правила поведения на дорогах. Кроме того, госавтоинспекторы и специалисты управления образования в эти дни проводят осмотры прилегающих к школам территорий, проверяют наличие дорожных знаков, а дорожные службы обновляют краску на пешеходных переходах. В рамках акции запланирован целый ряд профилактических мероприятий, некоторые из которых направлены на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и светоотражающих элементов на одежде. Каждые полгода доску почета «Газпромнеевсь Муравленко» украшают новыми портретами лучших работников предприятия. Среди них не только руководители, но и рядовые специалисты. Одним из передовиков производства по итогам первого полугодия была признана оператор пульта управления в добыче нефти и газа 5-го разряда диспетчерской службы ТДНГ-1 Инна Смирнова. Попасть на доску почета – честь для любого работника, считает Инна Смирнова. Когда ей сообщили, что ее фотография будет на стенде среди лучших работников «Газпромнеевсь Муравленко», испытала смешанные чувства. А между тем, за гордостью и неожиданностью скрывается немалый трудовой стаж Инна Смирнова трудится в нефтяной отрасли 28 лет. Насир приехала в 1985 году из столицы Белоруссии Минска вместе с друзьями. Ее первые впечатления от Ямала – это чувство угнетенности. Но после знакомства с людьми все изменилось. Север стал ее второй родиной. Трудовой путь Инна Смирнова начинала оператором по добыче нефти во втором цехе и до сих пор помнит свои первые рабочие будни. Меня просто ошарашило, когда я подошла к скважине, посмотрела на нее, и мне казалось, что она такая громадная, что я никогда не справлюсь с этой работой, что я никогда не пойму принцип работы этих скважин. Но со временем мастер объяснил, операторы подсказали, все оказалось не так сложно, а наоборот очень даже интересно. В 1989 году, когда организовалась диспетчерская служба, Инна Смирнова перешла в новое подразделение, где и трудится по сей день. За более чем 20-летний период работы здесь изменилось многое, говорит Инна Болеславовна. Раньше диспетчеры сидели в вагончиках и заполняли документы от руки. Теперь все автоматизировано. Диспетчеры с помощью телемеханики следят за технологическим процессом добычи, за работой скважин и при их остановке оперативно сообщают соответствующим службам о внештатной ситуации. Сейчас, конечно, все шагнуло вперед, процесс автоматизирован, у нас шикарные просторные кабинеты, у нас компьютеры, то есть работать стало намного проще и интереснее. Если Север стал для Инны Смирновой второй родиной, то работа – это второй дом. И здесь она находит полное взаимопонимание с коллегами и руководством. В семейной жизни также царит порядок и гармония. У Инны Смирновой есть дочь, которая живет в Белоруссии. И буквально на днях наша героиня стала бабушкой. И теперь ждет, когда будет отпуск, чтобы увидеть внучку. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Ну а далее, коротко о том, что нового для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Специалисты научно-технического центра компании «Газпромнефть» представили муравленковским нефтяникам программу «Горизонтальные скважины. Их продуктивность, особенности изучения и планирования». В решении, каких задач этот курс должен стать отправной точкой, читайте в материале на пятой странице номера. Министерство транспорта России подготовило проект поправок «Воздушный кодекс», в числе которых предусмотрено введение невозвратных билетов. Что это за билеты и почему такой же тактики вслед за авиаперевозчиками решили придерживаться железнодорожники, читайте на седьмой странице свежего номера. В ноябрьск на фестиваль «Северный рубеж» приехали байкеры из разных уголков России и ближнего зарубежья. На развороте восьмой и девятой страниц – фотоотчет о празднике. «Слово нефтяника». «Видим все». «Говорим главное». Сегодня страна отмечает День российского флага. Праздник в честь одного из главных символов государства появился после событий 1991 года, когда в Москве закончился провалом путь партийных чиновников. На митинге президент страны объявил, что вместо алого полотнища Советского Союза вернут исторический российский бело-синий-красный триколор. Каждый год 22 августа на Ямале проходят торжественные мероприятия, посвященные этой дате. День российского флага по праву считается тем праздником, который объединяет многих людей в единое общество, напоминая о постоянных ценностях. Вот и сегодня активисты молодой гвардии и волонтеры вышли на улицы города и раздавали проходящие мимо муравленковцам ленточки в виде триколора. А вечером по улицам города прошел автопробег. С праздником российского флага! Ой, спасибо большое! Счастья, здравия вам! И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды на завтра через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания! Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 23 августа в Салихарде плюс 15, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. В ноябрьске 15 градусов тепла, юго-восточный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 23 августа плюс 15, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.